Всем привет! Меня зовут Таша и вы на моём канале Вкусный Уголок. Сегодня будем делать пирожки с картошкой и солёными огурцами. Всё, что нам потребуется, вы видите на экране. Итак, приступим. Для начала приготовим начинку. Для неё я взяла 1 кг картофеля, почистила и отварила до готовности без добавления соли. Теперь добавляю сюда к картофелю 1 большую луковицу, обжаренную на достаточном количестве растительного масла. Сюда же соль по вкусу, у меня пол чайной ложки, немного чёрного перца. И толкушкой делаем пюре. Если нужно, то понемногу подливайте жидкость от картофеля. Вот посмотрите, примерно вот такой густоты у вас должно получиться пюре. Отвара я добавила сюда примерно грамм 100. Теперь добавляю сюда 3 солёных огурца, мелко порезанных. И перемешиваю. Всё, начинка полностью готова, оставляю её остыть. Готовим тесто. Для него в ёмкость выливаем 250 мл ели тёплой воды. Добавляем 2 чайные ложки сахара. Чайную ложку соли. 40 мл растительного масла без запаха. Примерно половину всей муки. 7 грамм сухих дрожжей. Это 2 чайные ложки. И замешиваем тесто. Далее продолжаем замешивать тесто. Подсыпаем муку сначала ложкой, ну а затем уже руками. В итоге у вас должно получиться вот такое тесто. Оно как бы слегка липнет к рукам. У меня сюда на данный момент ушло 470 грамм муки. Теперь я возвращаю его в ёмкость. Накрываю и отправляю в тёплое место примерно на 1 час. У меня уже прошло 55 минут. Тесто вот так немного поднялось. Теперь я рабочую поверхность присыпаю мукой. Выкладываю тесто. И немного месим на столе. Если нужно, конечно же, подсыпайте муку. После этого тесто делим на части. Я буду делить на 9 частей. Вы же смотрите, как удобно вам. Каждую часть я немного подкатаю и выкладываю вот тут вот сбоку. Берём по кусочку. Здесь уже старайтесь муку использовать по минимуму, чтобы она у вас потом не горела на сковороде. Раскатываем. Кладём начинку. И залепливаем. Вот такой пирожок у вас должен получиться. Жарить я буду по 3 пирожка. Поэтому я сделала 3 штуки. И выкладываю на разогретую сковородку с растительным маслом. Выкладывать нужно швом вниз. И пока жарятся эти, я формирую следующие. Огонь должен быть чуть ниже среднего. И жарим с двух сторон до золотистого цвета. Пирожки готовы. Мои семьи их очень любят. Они получаются вкусные. И готовятся из очень простых продуктов. Попробуйте сделать и вы. Ну и конечно, если понравились, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.